комбинации с дисраптором. Тебя возвращают, привязывают. Тяжко. Да, можно было бы там и наумирать. И что же тогда делать? В чем? Какого же керри тогда забрать? Ну, сейчас мы увидим от Твеги. Есть масса вариантов. В любом случае нужен какой-то керри, который либо очень подвижный, либо, наоборот, невосприимчив. Ну, хорошо переживает фокус, потому что Бистмастер, Слардар. Если бы сделать дэмэдж дилерам, взять какого-то плотника такого. Медуза? Мощного. Как тебе? Каждый раз вот это вот. Да, а УДЖи действительно здесь немножечко удивляют. И опять у них супер жадный пик получается. Ну, у них очень, очень жадный пик. С другой стороны, Веге особо ответить нечем, потому что у них герои, которые не убивают. Дизраптор, Бэйн, Дарксир. Это все достаточно пассивные персонажи. Если под них никого нет, я имею ввиду. Так-то сами по себе, да, если они имеют какую-то там лину в комплекте, или, не знаю, там Разора условно, то да, они могут попробовать наваливать про Разора. Фантом Лансер. Паш решил вспомнить былое. У Фантом Лансера винрейт, кажется, 28%. В этом патче? Да, что-то типа того. Ну, это вот замена Эмбир Спирит, у которого забанили. Герой мобильный, герой... Ну, похож он по своему назначению здесь. Это как раз не то, чтобы он способен переживать. Его сложно зацепить. Если, конечно, его цепляют, разнести ему здесь не проблема лицо. Бэтрайдер — это лассо. Бистмастер, Ультимейт, Слардар, Стан. Ну, вообще, огромное количество проблем может возникнуть у Пэлла, если его действительно будет ставить. Так что охранять Фантом Лансера нужно будет, как геницога. Мы верим в Пашу. Верим, верим в Пашу. Давайте посмотрим, кто на ком будет играть. Команда OG, Fly на Даззле, Moon у нас поехал на Слардарыче, Miracle — герокоптер, No Tail — Бистмастер и Крит на Бэтрайдере. Боже мой, тут с Бэтрайдером что-то произошло. Да, какие-то, видимо, добавлены были шмутки. Сёма Заслэйр играет на Дисрапторе, Соло играет на Байне, No One на SF, Мак на Дарксире и Паша играет на Фантом Лансере. Да, Бэтрайдер тут очень интересен. Ну, такой жадноватый Бэтрайдер, причём нельзя сказать, что он тут совсем жадный, потому что больше никого нет лесника. Тут Байт на Кабана, Байт на Кабана, Байт на Кабана и ещё немножечко, но нет, успели отсюда бежать вега. Бэтрайдер намазывает масло. Да, уже второй там стак пошёл, но Miracle тоже не хочет слишком далеко залетать. Лейте подогретое масло. Но в итоге, да, тут будет у нас отжата нижняя руна командой, скорее всего, командой OG, а верхнюю руну должен забирать Мак. Ну, на первых лоулах, да, OG совсем опасны с этим замедлением Кабана, Станц Лордара, какие-нибудь напалм, очень не хотелось бы под это попасть. Я не могу сдержаться, вот, почему хороший герокоптер на вот этой вот речке? Почему? Потому что он на лавке. Потому что он на лодке. Да, да, соглашусь. Простите, как я не смог. Ну, ну, кто-то должен был это сказать, поэтому, почему бы не ты? Так, ну и пошли у нас опять танцы по лайнам. Могу поздравить Слардара, он не будет стоять против большого количества героев, и это для него настоящее счастье. Ну, это пока он не будет стоять против большого количества героев. Хотя, да, судя по тому, что делают вега, идут воевать. Воевать пока что с Бэйном, там у нас в миде тоже воюют, воюют, нападают на Сёму. Сёма уже три стака на себе получил. Ну, тоже там один отхватил лишний. Сёма, куда же ты идёшь? Четвёртый. Четыре стака. Да, крит, саппорт, бэтрайдер тут. Какие-то странные саппорты у нас всплывают. Плоти внезапно. Саппорт бэтрайдер, саппорт бистмастер. Мне очень нравится сам принцип действия саппорт бэтрайдера, то есть он просто поливает тебя маслом и ничего. Как-то, как-то, просто ты, типа, ну, в чём-то. Ну, ладно, думаешь, окей. Просто пока бэтрайдер получает уровень 2 условный, очень много времени проходит. И противник уже, ну, как бы, готов более-менее к тебе. Тут сейчас мы видим, бэтрайдер решил, что действительно что-то совсем поплавок какая-то происходит на линии. Ну, крит там все задрафтил, можно сказать. Слушай, 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 а крит-то тут приплыл. Это под хил. Да, потому что у Дазла Грейва, естественно, нет. И это будет фраг. Буквально через 2, 1 копьё, залетает и... Да ладно! Да ладно! Боже мой, как же его захиливают! Это спейс. Это спейс креейтед, действительно. Стратегический спейс не отдал Ферсблат, но полезнее от этого не стал. Тем не менее. Он не отдал Ферсблат зато. У СФ хорошо дела обстоят, он попадает тут кайлами одним за другим, ждёт, когда Нотейл от него убежит. А вот Ферсблат, Нотейл не стал убегать, он понимал, что если решит это сделать, что-то поймает Дальний Койл. Там у нас пошёл глимс по Мираклу. Миракла избивает Паша. Паша не тратит пока прыжок из Дупельгангера. Понимает, что это может быть последний прыжок. Уже Флай ещё тут Крипчика заданил. Перед лицом Паши я бы за такое просто нос отвернул. Бэйн на хосте заслипал. Паша готов врываться. Скидает манго Сёма. Он Миракл тут умрёт. Сто процентов. Ах, погибает. Ну, очень опасно для Паши. Слушай, Пашу тут поливают. А в этот раз Ферфлай есть уже уровень 2. Целый-то Бэтрайдер. И Паша сгорает. Бэтрайдера тоже пытаются забрать. И Бэтрайдер умрёт от заряда молнии. Ну, какая-то совсем лютая резня. Я вот просто хотел там целую теорию выдвинуть на тему того, что решающая игра. Мы закончили команду сейчас с экспериментами. Начнут играть нормальными героями. Но очень необычный выбор всё равно. Но действительно, этот саппорт Бэтрайдер, он пока что... Пока что он ещё более-менее. Но ему так много нужно собрать. Здесь уже нужно делать море стаков в лесу. И начинать их как-то фармить этому парню. Да, если не будет море стаков, очень тяжело будет Бэтрайдеру выйти в качественный мидгейм. Может он просто задержаться. Так, благо на пятой позиции дадл, которому им надо вообще ничего. Крит пришёл умирать. Маны нет. Да, 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 не хватает. Чуть-чуть буквально маны. У Паши мана есть, но бежать дадл стал. Дисраптора, действительно. Двадцатку маны ему дай кинуть. И всё, легчайший был бы минус. Возвращается Крит. Докинуть Дисраптору. Больно-то Бестмастеру в миде. Нереально больно. Здесь Нууан здорово отстоял. И забрал он ферстблат. У него сейчас очень много душ, очень большой урон. И Биг Дэдди просто не может подойти. Кайлы разбивают ему лицо. Ну да, там любая попытка добить Крипчика заканчивается просто минус три сотки с одного из Кайлов. И в итоге получается, что сейчас лучшая позиция у OG это у Мунминдера. А когда игра в руках Мунминдера, всякое может произойти. Но на самом деле, действительно, Слардар, который вынесет здесь быстрый блинг, он может создать очень много возможностей для своей команды. Тут самый Спейс? Тут самый Спейс. Выходит, кстати, Бейн. Его сразу же видят на Ларде. И да, соло палится. Вообще он прям не постеснялся так лезть за Бестмастером. Ну, Бестмастеру, конечно, очень тяжело. Ну, вообще все линии пока что у Веги выиграны. И в этом есть, конечно, определенный плюс. Ну, нижняя линия стоит ровненько. Да, нижняя 50-50. Верхняя тоже более-менее. На миде большое преимущество. На миде просто колоссальное преимущество. Причем там мы видим и по ЛЛАм, и вообще по всем возможным степеням сравнения. Очередной минус, да. Фраг, соло-фраг. Вот СФ. Ну, вот СФ. СФ, который может в случае чего уйти в лес и там спокойно себе нафармить недостающие какие-то артефакты. Но здесь у него пока что топовый крипстат, топовый нетворд, скорее всего. Да, так и есть. Он забирает два соло-фрага. И... Ну, с этим СФ могут быть проблемы. Третья. У СФ... СФ один из двух, кажется, героев. Не по-прежнему, второй, кто имеет стопроцентный пик-бан рейд. Ну, имел буквально одну игру назад. Возможно, сейчас что-то поменялось. Естественно, кто второй, действительно. Может, ни Дума, ни Висп, это точно. Ну, да, да, да. Ну, там и не Квапа даже. Удивительно. Какой-нибудь Даззл. А, тут Туск или Даззл, да. Вот что-то такое, я не помню кто. Но СФ там точно фигурирует. Кстати, хороший слип, но МАК. МАК бежует с четвертым айншеллом. Ну, тут сразу же бодиблок немного на спринт не работает. Забавная ситуация. Пока действовал сон, успели Транквилы починиться у Слардара. Он там подригенил немного хп. А, ну, норм, да. Действительно, его же никто не бьет. Глимсонули. И привет, Гирокоптер. Хотя, тут еще непонятно, кому больше привет. Паша на развороте. Через секунду будет еще одно копье. Кидает копье. Но тут Грейф. И даже, в принципе, Грейф не пригодился. Привет, говорит Гирокоптер. Ну, опасненько, опасненько, Гирокоптеры прогоняют. Надо чем-то подхилить сейчас. А, Мун. Это же Мун. Великий и ужасный. Бегает на вард. Палится. Выбегает на линию. Боже, какой он просто шальной. В прошлой игре помнишь? Более. Парень реально ищет себе приключений. Там Крит хорошо в пармит. Шерифом и начали говорить. Надо еще что-то рифмировать. Ну, вообще, это хорошая болезнь для хардлайнера, когда он пытается найти какой-то для себя экшен постоянно. Потому что хардлайнер, который не ищет инициации, как правило, в современной доте не очень хорош. Но вот у Муна получается слишком бодро. Мун пошел фармить стаки. Лесной Слардар. И такое бывает. Да, да, да. Только у нас только на мажоре шок-контент. Четыре крипа под действием Amplify Damage. На самом деле, зафармил неплохо. Ну, вообще, он действительно хорошо получил тут и опыта, в первую очередь. А тем временем, Вега. Выходит во вражеский лес. Заходит сюда Макс, Сёма, Нуан. Большие лвла. Большие возможности. Не находят никого. Могут найти бестмастера. Бестмастер страдать будет в очередной раз. Как халп бить, только бестмастер страдать? Да, бестмастер страдать. Ну, кстати, развернулись. Они не знают, не знают, на кого лучше пойти. Вот, сейчас увидели Флая на варде. Думают, блин, пойдёмте, да, злачпокнем. Да, вот. Ну, для Флая это шикарная будет ситуация. О, отводик. А ещё и нет. О, тут сразу же Грейв. Да, и попытка сделать тупаут, но Глимс. Ну, и потратили уйму времени. Хотя, вегаты делали всё правильно. Они заходили как раз-таки на где-то 30 секунде в лес. По идее, в этот момент лес должны фармить были. И почему-то у Джи этого не сделали. Но, скорее всего, у Джи просто увидели, что трёх героев... Пашу, нападение, ну... Вот это развёл просто. Доппельгангер. Развёл на Доппельгангер, да. И Муну начинает носиться по карте всё больше и больше. Такое ощущение, что Муну не хватает места для фарма. Так как нужно фармить ещё где-то Бэтрайдеру. И Бестмастеру нужен фарм. На лёгкое столпотворение отсюда просто все уходят. Я вот тогда про это говорил. То, что вроде как лесников у команды у Джи нет. И поэтому не должны ребята страдать из-за отсутствия фарма. То есть там распределяешься как-то по линиям. Бэтрайдер в лесу. И кушайте, кушайте, кушайте. Пока вас там не пошли убивать. Так, у нас тут Мун продолжает разводить. Но Паша что-то, да, совсем хладнокровен. Не ведётся. Ну, потому что его даже... Ещё копьё... Ну, если ещё пару раз Мун подойдёт, он и умрёт. Транквилла продолжают ломаться. Из-за того, что иллюзия делает тычку. Но в этот момент выход от ОДжи. И вот это интересно. Ставится в арт. Да, там крик у Бестмастера есть. И поэтому нужно быть совсем осторожными. Сейчас вот тот же Сёма может погибнуть. Да, на Сёму накричали. Сёму убили очень быстро. Хороший подхил от Даззла. И Паша уезжает. Ох, не долетает бочка. Там секунды не хватило. В любом случае выход неплохой. Забрали саппорта, заберут вышку. Одного саппорта, конечно, это очень мало. Но вместе с вышкой хорошо. Как Даззл и ультимейт Слардара сочетаются здорово между собой. На мид телепортируется сразу же у нас Флай. Будет дефить вышку. Бестмастер также в позиции. Также телепортируется сюда Слардар. Ну и на миде вышку не отдали. Нет, Слардар ТП отменил. Да, все ТП отменили. Как только увидели, что Вега разбежались от Таура, решили, что не стоит туда лететь. Хотя в итоге все равно все пешку добегут. Миленькие очень телепорты получились. Ну, Слардар окольными путями побежал. Что-то у нас у Миракла. Миракла пока в Фейсбутс. Тоже все понемножку. Возвращают Слардар. Файл Грейв на себя дает. Не удалось здесь его подцепить. Пытаются все забрать вышку. Слип. Нужно забирать тавер. Росеф, проскостовывает ультимейт. Что-то маловато демеджа. Что-то совсем маловато. А там в свою очередь в спину залетает Гирокоптер. Вместе с Бистмастером разваливают они Солыча. Попытка также убить Нуна. Еще пару тычек. Бочка отличная назад откидывает Шару Финда. И он взрывается уже второй раз. Для того, чтобы какие-то танцы у нас происходили под вышкой, позиция была просто ужасной у Веги. И зашли им в спину Миракла и Компания. Да, в какой-то момент показалось, что могут они потерять пару героев, но подхил Дазла, еще один подхил Дазла. В итоге забирают Шару Финда, забирают Бейна. И начинает у OG получаться игра. Как мы видим, отставание, которое было у Веги, и шло все дальше и дальше и дальше, сократилось. Сейчас они выигрывают менее полутора тысяч золота и менее полутора тысяч экспы. Ну и в принципе для OG с их жадным пиком пока что ситуация работает такая. У Бэтрайдера уже блинкни за горами, как и у Слардара. Ну, в любом случае, в Веге сейчас стоит подсобраться, потому что они в прошлой игре очень хорошо заходили в спину, теперь поняли впервые, что в спину могут зайти и им самим. Не стоит совсем расписываться щитов. Вот это вот герокоптера. Ну, герокоптера вообще идеально только что вошел со своим колдауном. И смотри, еще и Некрономикон появляется. Да, Вестмастер тоже поднялся потихоньку. Ну, конечно, от СФ он отстает, но всего на тысячу, учитывая, какое там было начало чудовищное. Ну да, СФ там еще 3-1-0, там дважды вообще убивал от Вестмастера в центре. Было действительно очень плохо. Так, и от Флай вообще сюда на отводы пришел. Здесь есть одно очень большое преимущество OG, которое вот сегодня было, например, у Вичи Гейминг относительно той же Веге. У них масса инициаторов с хорошим именно станом. Из которого просто так ты никак вообще не выберешься. Это стан с Лордара, это Лассо Бэтрайдера, это ульт Бестмастера. Что есть у Веги на инициацию? Ульт Бейна сбивается, Дисраптора, Глимпс можно заивейдить ТБшкой какой-то. Ну, там вообще БКБшкой контрится почти все у Веги. И в этом как бы их Ахиллесово питают. Мы видим, Бэтрайдер немножко кемарнул. Какой-то еще у Солоча. Да, Соло не успевает использовать Брейнсап, но и даже если бы успевал, все равно на помощь никто не пришел. Хороший фраг забирают. Слардар покупает себе блинк. У Бэтрайдера блинк также. Вот, вот, вот. Посмотри, с этими блинками начнется сейчас полная вакханалия. И Вега вряд ли сможет выдержать этот удар, ну, принять удар. Выход на мид. У СФ и БКБ нет. СФ сейчас будут избивать вообще все, кому не лень. Знают вышку. Ну, и решили за нее ОДЖИ не драться, потому что и так у Бэтрайдера почти готов блинк. И ни к чему это. Как у вас все хорошо? У вас саппорт Бэтрайдера, который каким-то чудом нафармил блинк, при том, что вся команда еще держится. Да, при том, что у него 1-1-4, то есть он вообще везде участвовал, и в смертях команды, и в убийствах команды всех, вообще без исключения. Так что, да, очень активный получился Бэтрайдер. Ну и все, разведка за счет Бэтмастера и его птиц-кабанов есть, инициация хорошая есть, остается только как следует выбирать позицию. Просто если здесь не выбирать позицию, а просто лететь 5 на 5, ну, выиграть тяжело будет, у врага сильные сплыть 5 на 5. Здесь именно стоит использовать свою мобильность. Да, возможно, мы даже какие-то тревела увидим на ком-нибудь, ну, возможно, кстати, на том же Бэтрайдере следующем артефакте. Ну, я думаю, что масса форстапов каких-то, ну, гускипетров не знаю, насколько здесь зайдет, но вот... Смотри, выезжают в центр на Нуна. Мол, ассо опасно. Прыгает. Первый блинк. Пульт. Второй блин. Второй блин. Да, тут, конечно, вот так это все и будет выглядеть. Неплохой рассказ от Дистраптора, три героя попадают, Муна должны забирать, вписывается, паста-папу! Как вообще они стянули? Это просто грязь! В крита залетает копье, минус Бэтрайдер, минус три, минус четыре, вот беги вразмен на Шадоу Финда. Вот вам и Андрей Макчепенко вместе с Сёмой Зе-убийцей. Сёма выдал нереальный ультимейт, учитывая, что ему никто не ассистил, но расслабились OG после этого фрага, подумали, что без СФ дело сделано и просто встали в Kinetic Field и Static Storm. Конечно, такой ошибки допускать нельзя ни в коем случае. По графикам сейчас солидное преимущество получат Вега и самый такой тяжелый, казалось бы, для них период они сейчас переживут. Но я очень удивлен вообще тому, что только что произошло, вот этот... Ладно, сам Kinetic Field, Static Storm, он был неплох, но никто не умирал. Если бы не этот вакуум Darkseer со стенкой, то ребята из OG просто бы разбежались в разные стороны. Да, дело техники. Стояли в Kinetic Field и никуда ничего не могли сделать. БКБшек-то все еще нет и с этой стороны тоже. Поэтому, да, ситуация оказалась у OG тяжелая. Но посмотрим, как на них повлияет этот слайд. Тоже, на самом деле, по моральке могут... Так, Бэтрайдер возвращают, но нет, он уходит с блинка. Здесь не подсидеть. Да, там пока много спаун для Миркла, который с флэком приходит это все фармить, еще и Слордар разбрасывает минус арморы. Чтоб быстрее это все падало. В любом случае, еще 20 секунд до следующего флэка ждать, поэтому Герюч пока просто так вот разминает крепчиков. Общательный спелл у Слордара целых 25 маны стоит. Да, хорошее... Ну, бафали, бафали, бафали этого героя от патча к патчу. И прямым способом, и косвенным. Убирали монокост со спринта, потом убрали монокост с блинка, потом спринту добавили еще, кажется, фейз-волкинг, ну, вот этот сквозь юнитов. То есть, ну, просто какие-то нереальные вещи с этим героем делали и доделались. Так что теперь этот герой ферс-пиком залетает. Ну да, кстати, на самом деле, в первой доте очень часто хотелось, да и во второй тоже, собрать этому парню фейзы, не потому что нам скорости не хватало, потому что тыкается в крипов, тупит очень жестко. А здесь, конечно, с таким видом спринта работает хорошо. Да, ну и вот, собственно, выход на Рошана. Один из немногих в этой игре. И одновременно с этим смог от Ржи. И у Ржи такое ощущение, что знают и не успевают Вега забрать Рошана. Вега. Ох, какой сейчас будет здесь сразу. Вега сейчас приплыл. Слушай, да. Если опять не произойдет какое-то чудо. А чудо вряд ли произойдет, но он прыгает по-троим. Голдаун. Правда, тут есть кинетик фил. Но, кстати, шторма нет. Опять стяжка Дарксира. Сэф тоже раскистовался, но в этот раз немного рассинхрон по действиям у Веги. Маг сгорает. Он сгорает. Хотя нет, он пока еще живет. Но вот, вот. Только он погиб. И Паша подтянулся. Паша кидает в копье. Убивает гирокоптера. А вот теперь источник дэмэджа команды ОДЖи пропал. И что делать теперь с Павлом? Да. Павел остается один. И выжигают всю ману ему. Некрачи забирают в пятерых. Да. ОДЖи чуть не наступили на те же грабли. И на самом деле это была ошибка. Потому что не стоит недооценивать комбинацию Веги. Тем не менее, на этот раз не хватило. И они все успели разбежаться от этого дичайшего раскаста. Мы видим, что дэмэджи выписали все довольно-таки много. Но изначально позиция была плохая. Дисраптор погиб от Рошана. Там буквально секунда тайминга. Эта стяжка была Дарксира. И после нее секунды ничего не происходило. И потом пошел прокаст СФ. И стадик шторм или что-то типа того. И вот эта секунда запаса. Она как раз и дала ОДЖи время для того, чтобы немного реабилитироваться. Если бы ее не было. Если бы чуть-чуть больше темпа Вега смогла в этом замесе себе заработать. То может быть. Не так легко бы отделались ОДЖи. Но что было, то было. Да. Ну и некрачи конечно для героя. То как Фантом Лансер казалось бы не самый дичайший. Дичайшая контра. Но в данной ситуации не позволили они ему убежать. Ну ладно. Да, да. И по графикам мы видим, как отыгрывают 5000 Жи за эту драку. И выходят на 1000 вперед также по экспириенсу. Ноутейл, так неудачно начавший на своем бестмастере. Имеет третий некрад и топ-1 нетворс. Тот случай, когда обогнал СФа. Это один из тех немногих неловких моментов. Потому что зачастую СФ находится в такой неблагоприятной ситуации. Герой без эскейпа. Тонкий. Его обычно гнобят. Он там с 0.3. Еле живой. Выползает с этой линии. Идет в лес. Последними кайлами фармит пару стаков. СФ выходит на топ-2, топ-1 на позицию по натворцу. И начинает тащить. Я не ждал, что я увижу подобное бестмастера. Ну вот и зря. Да. Действительно, ноутейл здесь как-то зафармил. Тебе очень-очень многое. Ну и что. Санжин Яшина и СФ по-прежнему сохраняется сила инициации у OG. А, да. Почему Сия, а не тот же Блокинг Бар? Конечно. Понятно, что там в левиндо все пробивают. БКБ. Но сегодня не будет БКБ. Он пробивает еще и Слардарт, который зачастую первым ныряет. Я думаю, скорее здесь для того, чтобы для разгона, для статов купил. Потому что, да, БКБ купить можно. Но он с этим БКБ так бы долго себе фармил следующий арт. С Санжин Яшей он может успеть нафармить и БКБ и что-то еще потом. Ну, если успеет, будет замечательно. Вот в этом вся загвоздка. Потому что было несколько игр показательных, когда герои просто не успевали дофармить себе Блокинг Бар. Когда покупалась Саша Яша, начиналась какая-то драка. Саша Яша не активный, артефакт его нельзя поражать. Ну, тут-то как ни крути, настолько мобильный пик ОГ, что он с БКБ еще и может не успеть. Кабаны замедляют очень много различного. Благо, ультимейт гирокоптера хотя бы не пробивает теперь БТВ. Сейчас посмотрим на то, как будут пытаться реализовать. Но пока что очень жесткий Смоук в свой лес. Да, это походу Смоук с попыткой ловить ребят, которые пойдут убивать фармящего СФ. Но никто не идет убивать фармящего СФ, потому что просто Вижена нет уже в лесу команды Вега. Но задумка была любопытная. Да, в итоге выходит на вражеских хендшинтов. Кстати говоря, тут неплохое количество стаков. Да, вот выходит Крип чекать, как фармят его стаки. В шоке того, что здесь происходит. Ну и нужно как-то вписываться в позиция, конечно, не очень хорошая. Падают иллюзии СФ, но нет, СФ здесь не будет забирать. Крип пошел в разведку. Ну, Крип очень боевой. У Крипа там, если что, 1400 хп. Максимальный запас. Да, вот он здоровый. Как раз неплохой Скаут. Сюда иди. И ты иди сюда, СФ. Сцепляют. Мага. Пошел рассказ от Гирокоптера. Маг пошел из ситуации. Заслипали его. Ульт бестмастера на Пашу. Пашу выжигают ману. Ультимейт СФа. Пошел успел. Поймали Нотейла. Но тут сбивают в баку. Еще один Сторм. И поймали опять Кинетик Филл троих. Да, сколько это будет продолжаться. Крит еле живой улетает. Нужно еще пару ударов сделать. Боже мой, какая тычка от Шаду Финда. Там разом залетело сразу несколько тычек. В итоге два в один размен. Могут подцепить Бейна. Да, цепляют Бейна. Два в два размен. Несмотря на очень жесткую комбинацию. Все-таки Миракл не попал. Дали Грейв на бестмастера. Он там еще пожил некоторое время. И в целом, размен два в два. Учитывая, что убили Фантом Лансера. Он весьма хорош для команды OG. Да, Вега больше заработали. А, еще Сларда убили здесь. Но это Аегис. Да, да, да. Вообще, очень кривая получилась драка. Просто потому, что позиционка была отвратительная у всех. Замес начинался вот здесь. При том, что тут было тоже два или три героя. И одной и другой команды. БКБ не долетело к Гирычу еще. Да, да, да. В итоге вот этот перекрестный огонь. Вот этот снизу вверх, сверху вниз. Это было просто нечто. И мне кажется, это могло полечь намного больше людей, если бы все это происходило в чистом поле. Там вообще все погибли. Ну, в такой доте побеждает тот, у кого больше супер мобильных героев РНД. Как мы видим, мобильных героев здесь много и с той и с другой стороны. Но вот как-то у Джи удалось подраться лучше, несмотря на то, что Дарксир был. Покупает себе мидасик на Слардаре. Как раз на это и смотрю сейчас, на этот мидасик. Хороший артефакт. Увеличивает скорость атаки, дает шанс больше побашить. Ну и плюс ко всему, Слардар такой герой, которому все-таки тяжеловато. Особенно в данной игре выформить себе что-то. Артефакты ему, как ни крути, нужны. Потому что игра заходит неминуемо в лейт. Ну вот сейчас поглядим, насколько получится затем этот самый лейт. Бэйн. Но Бэйна видели здесь птицей. Как же быстро это не стало. Что-то как-то кончился. Бэйн, Солдж, который только что играл на... Да, еще и за счет Некрачей вот так вот чистят. Только что играл на Найт Сталкере в прошлой игре. Здесь, конечно, умирает очень быстро. Тут прочность героя немного другая, да. Ну, все равно плотный. Но и здесь просто у соперника несколько крупной пик. Они, если кого-то цепляют, то убивают очень быстро. БКБ на Шадоу Финде, ну, собственно говоря, вот. Очень быстро появилось. Успел, успел, да. Очень быстро успел нафармить Нон. Так что тут огромный плюс в карму. Ну и не успели там Вега залить гирокоптера. Так, Паша возвращают. Гирокоптер возвращают. Могу ломать вышку дальше. Вообще тут Вард стоит на холмике. Поэтому увидят врывающегося бэтрайдера. И должны быть готовы Вега. Но он что-то как-то не решается. Все равно без гирокоптера драться-то не пойдут. Прекрасно это понимают. Ну да. В итоге будут входить в размен. Тир-2 на тир-2. Но тут только начали вышку бить. А там в свою очередь Вегу закончили. Демонтировать здание. Веларибы уже закончили. Именно. Ну и Миракл понял, что не успевает вернуться. Спокойно подфармил там лесочек. Выходит на мид. Вот у него как раз такой билд. Ну у него полубилд. С одной стороны у него быстрое БГВ. С другой стороны он купил доминатор. Сделал себе несколько стаков. И вот сейчас тоже выйдет в Санжин Яшу. Ну не потеряет он скорости своего фарма скорее всего. И самое главное, ну много места. Так, Свардар тут использует по-прежнему силу Медасика. Поднимает Нетворс. Тоже довольно-таки жестко поднимается. И OG покупают гем. Для того, чтобы с бестмастером полностью захватить контроль над картой. Да, да. Будут пытаться сейчас с этими птицами с гемом летать, идти, девардить. Кошка рискованно. Ну просто если они потеряют гему, у них все равно останутся третьи некра. И вроде как более-менее, да. За счет гема используют Смоук. Которые не видят наверняка соперник. Заходят, смотрят в свой лес. Тоже смог в свой лес. Да, проверяют ворды сейчас, которые здесь могут на пятачках стоять. Проверяют вообще все возможные споты. Да, нигде ничего не находят. Рошана, кстати, еще нет до Рошана. Вега могут попасться. Потому что они не видят, что происходит на вражеской половине карты. Они сейчас сами смогут. Ну они сейчас сами будут смолк юзать. Нет, там у них лансера нет. Но лансеру-то мне слишком много времени нужно для того, чтобы прилететь. Да, вот он летит на базу сейчас. Возможно, приятная фата, что слишком много времени отсутствует. Обалделись. Прочитали Вега. Здорово прочитали. Не знаю, за счет чего, но... Ну за счет того, что и не было никого секунд 30 на карте. Что это значит? Что команда либо на Рошане, либо в смоке. Мид пропушился. Рошан мертв. Так что выбор невелик. Выходит на топ. Да, видят все Вега. И сейчас неплохо бы, чтобы Рошан появился. Но Рошан появится только через 2 минуты. Отличная ситуация для OG. Однако OG не знают, когда конкретно появится Рошан. И все-таки решают потихоньку стягиваться, вместо того, чтобы дойти до Тир-2. Можно было вполне дойти до Тир-2, забрать ее. Да, тем более, что Вега вот стягиваются сами к Тир-2. Рейдинге-минтарёра встанет. Да, но Тир-2 очень быстро могут здесь забрать, если не будет достойного сопротивления. Тяжко дефить. И все же идут. Ну... ШСФ нужно быть очень осторожным. Денает вышку Бэтрайдер. Гирокоптера форстафят. Будет ли нажимать БКБ, жмет БКБ. Бестмастер врыв на Солыча. Солычу не дает раскастоваться, Гирокоптер очень неплохо раздает. Сколько они будут попадаться на этого Дарксира? Какая же аннигиляция. Ты только посмотри, SF фуловый. Он просто продолжает бежать и гнать людей ровно так же, как и Фантом Лансер. Еще один глимс по Мираку и его наконец-то убивает. Да, есть у Герокоптера Байбэк. Возможно, кстати, придется его нажимать сейчас. Просто в мясо. Как ловятся эти OG уже в который раз на Дарксира с Дезраптером. Дефить эту вышку было слишком опасно в узком проходе против Дарксира. И маг, конечно, на 0-1-9. Вот эти 9 ассистов. Запрыгивает Мун на развороте. Ловит диффузал. Слушай, у Муна нет маны, у Муна нет хп. В этом проблема Муна. Уходит Мун. Стяжка еще одна. Слушай, угомоните, пожалуйста, Андрея кто-то... Жадный Герокоптер не хочет байбэкаться. Хочет, но сторону все равно не забрали. Не забрали, да. Ну, скажем так, малой кровью отделались сейчас OG. Они не потеряли ни одной стороны. Более того, они не такое большое преимущество отдали, как мы видим. Нету здесь такого скачка прямо катастрофического. Все-таки там много героев уходило на ло хп. Много времени потратили вега. И еще и к тому же Рошан все не появился. Да. Будут вынуждены... ...дать некоторое время. Да, ну а что тут по каким-то кучевым артефактам? У Дизраптора Галляк, у Бэйна Галляк, у СФ все замечательно и совсем скоро появится Баттерфляй. У Дарксира все хорошо, у Фантом Лансера все тоже хорошо. И вот сейчас всплывает вторая проблема, то что... Еще и гейм сохранили. Да, во-первых, и проблема в том, что у Фантом Лансера особо ловить нечем, если начинается вот этот вот хаос. Хорошо, поймали Соло, но тут глимс. И Соло не довезли немного, но не достает станом. Так, и Мун остается на клифе. Нужно чем-то сломать елки. Крит сломает елки. Мун, Батрайдер, да, там у нас спасают. Тут забирает Вестмастер. Сила пика УДЖ в том, что они выбирают момент, когда драться и выбирают позицию. Но по последним нескольким дракам, не сказать, что она супер выгодная получается. Вега очень классно передвигаются по карте. Это, конечно, очень тяжело. И это требует огромной сыгранности и в целом хорошей координации. Пока что работает. Но ни в коем случае нельзя отпускать здесь УДЖ. Если они расставят хорошие варды, может получиться у них все. Битва за Рошана предстоит. Да, стоят варды, видят Лансера, видят СФ и сейчас. Заходят на Рошана. Да, но вега пока не особо стесняются. Они провоцируют. Да, они понимают, что на них сейчас... Вернее, они сами напасть не могут. Значит, нужно как-то заставить оппонента напасть на них. Причем, чем более неловким будет это нападение, тем лучше. Но у веги нет спасателей, нет какого-то дазла, который он может вытащить из могилы героя. Он просто следит сейчас за магом, как он все это воспроизводит, эти стенки. О, да, но он по-прежнему тут битва с кабанами. Криет, залетает очередной раз очень хорошо. Ой-ой-ой, Нуна вытащили на хайграунд. Нуна ХГ стоит в этот момент, врыв в мага. Потрясающая игра от ОГ. Они выбрали наилучшую цель того героя, который мешал им все эти драки. Ну вот, а теперь-то че с этим АСФом делать? АСФ тут засел на хайграунде. Говорит, сейчас, иди сюда, бить вас буду. Валить. И еще пару кайлов. Слушай, Паша, Паша, правда, очень мертвый. И Паша тоже наверх залетает, но у Паши-то телепорт есть. А вот Нуна нет. Ну тут отбивается, конечно, как 300 спартанцев в узком проходе. Стал один. Говорит, сюда идите, сейчас развалю всех. Но не развалил. Вернее, развалил, но не всех. И ты иди сюда, и ты, но нет. Да, да, да. Ну вот это по одному, но все толпой накинулись, шакалы. Слушай, но следить за магом это было хорошее решение. И, видимо, такое же решение приняли ОГ. Вместо того, чтобы пытаться зафокусить АСФ, просто прыгнули на Дарксира, который не выдал в драке ни стенку свою, ни вакуум, ничего. Забирают Рошана, выигрывают драку. И OG на коне? Уже, да. Уже совсем на коне. Под конем рискует оказаться команда Вега. И нужно им срочно предпринимать решительные действия. Во-первых, на АСФ желательно уже добрать этот самый бутерфлей, злополучный. Как кисло себя чувствует. И да, в этот раз Дарксир, позиция была у него не слишком хорошая. Добраться до него не составило большого труда. Хотя он вроде бы как с блинком. Ну да, но далеко стоял-то. Как-то просто нападение на СФ, оно немножко Вегу заставилось делать два шага вперед. Поверить в то, что именно его... Да, то, что его сейчас будут убивать. А в итоге нападение было как раз на вот этих вот подтягивающихся ребят. Очень классный. Таким маневр был тот же. Так, тут Владмир уже есть у Дарксира. Не, вообще ПЛ в принципе будет здесь неплох. Если вот еще какой-то бурный будет замес. ПЛ в принципе при влайте неплох. Да, просто слишком мало пока артефактов у Фантом Лансера. Просто не так хорош, как раньше, но хорош. Хорош, хорош. По-прежнему сложно контрить. Просто вот эта секундочка какая-то задержки во время доппельгангера, она чуть-чуть решает сейчас. Раньше его вообще было поймать практически нереально. Но с таким пиком даже старого Лансера ловили бы. Да, кстати, у Мунминдера появляется БКБ. Медасик работает. И в БКБ со Слардаром тяжело. То есть это такой вариант. Не который Слардар с Форстафа заезжает, выезжает без Форстафа. Не пытается как-то развлекать соперника. А это Слардар, который въезжает и не выезжает. Да, и он просто привязывается за кем-то и уничтожает. Так, у нас тут Бэйн инфибл накинул. Но что-то не совсем ощущает эти минус 60 атаки Гирокоптер. Лимсонули Гирыча. Но Гирыча Аегис, поэтому... Слардар врывается. Стан по-двоему успевает нажать БКБ. Тут же врыв на Ноуана падает. Дистраптор. Стенка стяжка хорошая. Биг Дэди теряет гем. Биг Дэди разрывают стана Слардара. Что-то у Гирокоптера главное сейчас поймать. Тут пытается закинуть колдаун. У Бэйна нет финсгриппа, нет слипа, нет вообще ничего. Там же Слардар продолжает нырять. То за одним, то за другим. Паше с диффузами на крита, но дальше идти тоже не стал. И что, один в один? Неужели так все просто будет? Нет, не все просто, там крита еще забирают. Да, Бэтрайдер падает. И в итоге два в один размен. Причем потеряли только лишь саппорт Дисраптора. Гем. Гем каким-то образом. Ну, Миндер что-то вообще. Мы так о него скептически говорили. Но он успел забрать гем. Вообще успел сделать там все, что только нужно. Да, даже селедка вот эта скользкая, мерзкая. Знаешь, она выскальзывает просто из всех возможных ловушек. Ловушка была вроде бы неплохая, но вообще Вега качественно подрали. Сбили там Аегис, забрали пару ребят. Да, замануха на Аегис. Пока все стояли в стане в первую волну, гирокоптер только рессался. Шадоу Финт покупает себе бабочку. Но МКБ не за горами у гирокоптера. Да, да, кстати. Тоже достаточно быстро должен появиться. Ну вот уже Демон Эндж есть, а остальное зафармится хорошо. По графикам очень ровная игра. Да, вообще на протяжении всей игры. Смотри, больше там 3500 преимуществ ни у кого не было. И по экспертам, конечно, в районе 7500 что-то ОГ, но... Ну просто здесь такая ситуация, что если ОГ получит преимущество, то скорее всего они уже его не отпустят с таким пиком. С таким контролящим пиком, я бы сказал. Но нападение на Слардара не удается. Идут дальше. Будет ли использовать Глимс? Глимс есть, но нет. Развел на БКБ. Слардар сказал, что не сегодня. Но это был просто развод на БКБ, там даже не пошли за ним. И оба правильно сыграли. И Мунминдер правильно сыграл. Да, БКБ теперь нету, но если бы он умирал, это было бы гораздо печальнее. Ну конечно. Сольют, возможно, вышку. Да и скорее всего. Но ничего страшного в этом нету. Уже время потихонечку у этих Тир-2 Таворов приходит. Хотя нет уже ни одного Тир-2 Тавора у ОГ. А вот Вега пока еще стоит при всех трех. Это довольно сильно может зарешать, если будет какой-то район бараками. Именно с точки зрения мега-крипов. То есть у ОГ сейчас есть только опция. Там если размен базами идет, сразу трон ломать. Никаких других. А это непросто. Совсем непросто. Причем у Веги-то герой, который тоже могут нехило эту базу вашу крушить. Ну до этого пока что не дошло. Здесь вообще вряд ли мы увидим размен базами. Команды играют пока что аккуратно. Никакого сплиткуши нет. Прошло 10 минут. О мой бог, какой бейзрейс, что они творят. Не, ну такое может быть вполне. Но судя по тому, что команды практически не сплитят, не разводят друг друга, а стараются играть в пятером. Ну да, с другой стороны все равно может быть. Авантюр скажем пока что минимум. Тут абсолютно верно. То есть несмотря на то, что в начале у нас были какие-то драки, недодраки, передраки. Сейчас ребята немного успокоились и возможно осознают, что это решающая третья карта. Сейчас нужно играть совсем надежно. Порой лучше немного рискнуть, чем сыграть с Ивова. Там, где риск оправдан, конечно, нужно рискнуть. Бывают разные ситуации. МКБ появляется у Гирокоптера. Очень жестко чувствует экономику ДОТ-ЛГ. Вот эти вот мидасики на нужных героях в нужных ситуациях. Они и в прошлой игре позволили им затянуть, и в этой игре дают очень много. Ну и по-прежнему сохраняется гем, купленный Флайем. Ждут Рошана. Все на Рошана нацелено. Да, ну Паша уже монтостайл. Вместе с Дупельгангером его сейчас будет вообще очень много в замесе. Да и плюс достаточно тяжело будет там дебаф поймать. Я имею в виду, что под минус армором редком будем встречать этого парня. Под минус армором Слардара, да. Но есть минус армор Дазлова. Плюс ко всему, здесь та ситуация, где все-таки есть какая-то контра в виде Гирокоптера. Вот этим всем иллюзиям может он с ними справляться. Ну, посмотрим. Трайдер выходит БКБ. Ему очень не хватало этого артефакта в нескольких последних драках. Так как его цепляли там вообще любым спллом. Возвращали Глимпсом. С Пло и Кентавр. Ну, с Глимпсом, да. Ему совсем было тяжко совладать. Вот сейчас Кентавр по-любому зарешает. Боу, рейнджа. Гиди Кентавр. Вот он смотрит. А, заходит с фланга? Да, он сейчас... Сейчас бах внезап. Стан и... С блинка врывается. Стан дабл эдж. Ну, блинка нету, конечно. Врываются на Сэфа. БКБ, Бэтрайдер. Явно этого не ожидали. Слардар зонит соперника. Сэф успевает отойти. Ульт в Шадоу Финда. Порже мой. Дарксир раскастует хоть что-нибудь. Дарксир ставит стенку. Неплохо. Миракл проседает. Слардар все еще бьется. Один против всех. Кентавр заходит. Он не успевает, по-моему, дать стан. Ну, и в итоге слардара забирают. Бараки, скорее всего, потеряют. Мунбайбекается. Да, нужно забирать в сторону и просто бежать отсюда, куда глаза глядят. Да, прыгает слардар по-двоему. Но бочка расталкивает всех. Топоры в итоге не достигают своей цели. Гирич залетает. Начинает разваливать. Ну, куда ты разваливаешь? Да ладно, Мираклана, еще покусить. Есть, правда, Грейм. Вот, еще два удара. Хоть кого-то здесь добрать. Бочка по Паше. Еще копьем крита. Да, будут топоры по Паше и подсвечивают сейчас Пашу. Да, еще один стан. Диффузор, Паша бежит. Догнать уже очень непосредственно. Бежит отсюда. Пять секунд до блинка слардару. Мигают, мигают, что здесь может тпшиться. Нет, не здесь Паша тпшится. Он просто уходит за дерево. Да ладно. Какая крутая позиция. Ну, вот эта нынечка, она уже реально всех задолбала. Я говорю про вот эту. Все постоянно из нее тпаут делают. И Паша это прекрасно понимал. Просто убежал. Очень, очень на соплях разбежались. Наконец-то снимают бараск. Это, наверное, самое главное, чего добились. Даже если бы потеряли Пашу, ну, мы видим по графикам, сильно бы это не порешало. Конечно, момент красивый. Но вот то, что снесли сторону, это сейчас основное. Более того, нету байбэка у слардаров. В следующий раз ошибаться уже будет нельзя. В следующий раз можно вообще полбазы потерять. Тут все верно. И смотрим. Гиролед. 2 800. Что там у нас будет дальше симпитарить? Ну, дальше, скорее всего, Сатане какой-нибудь по плану. Так, тут Пашу находят. Да ладно, Паша, Паша, неужели все будет так дешево? 5 секунд на маньте. 5 секунд на дупель-ганкере. И его убивают. 5 секунд на маньте. На книгу Романа Лепехина. Но на самом деле, Паша, как он здорово подарил своей команде такой 5 минут радости там. Да, это прям название для стратюжетного фильма 5 секунд на маньте. Да, забирают его. Самое неприятное, что байбэка нет. И сейчас Рошу еще могут отдать. Не, ну, Оржито не знает, что там нет байбэка. Поэтому они думают, что... Они поэтому и не пойдут на базу, они пойдут на Рошу. Они подумают, что сейчас, да ладно, этот ПЛ сделает байбэк, нас развалят. Пойдемте лучше Сливовенька Рошанчика заберем. И идут пытаться забирать Сливовенька Рошанчика. И они заберут его Сливовенька. И там еще и сыр. О, гирокоптер совсем теперь страшный. МКП теперь самим ребятам из Веги не помешало бы, потому что там-то уже свой бутерфляй готовится. Да, и с гирокоптером будет не так просто совладать. Все время еще его сейвят. Слардар забирает на этот раз. Давно таких Слардаров не видел с Гиперстоуном. Будет, наверное, Кирасу делать. Ну, тут видишь, тут, да, без какого-то хлама лишнего Мун играет. То есть все артефакты по делу. Все, которые используются практически в стадиях игры. КБ влинг, БКБ. Ну, Мидос, понятно, что немножко подфармить. Но все прочее. Да, скорость атаки плохая. Да, и у нас ОДЖИ могут вырваться больше, чем на 3000. Воу-воу-воу. Впервые за эту игру. Да. Такого преимущества у них уже не было. Но по экспетам не шутки вообще. По экспетам 12 косарей. Ну, тут уже такой этап, когда дезераптор 11-го, бейм 12-го им больше не нужно. На лвла не сильно решают. Остальные, да, остальные тут уже свои ключевые, в принципе, получили. Хотя тут сейчас ДАЗ был 12-й, вот это уже неприятно. Армор присаклен. Так, Курьер куда-то полетел. Нужно вернуться этому магическому бобру на базу. Потому что в нем бабочка. Ну, да, да, да. Не помешало бы ему вернуться. И он пытается. Да, тем временем. Да, пускает ТП. Трайдер выносит у нас Ноуана. Выносит очень далеко. Зонит неплохо. Бестмастер, но попадает сам под удар. Бестмастеру нужно спасать. Надо поломать здание, Юхи. Просто поломать здание. Дайте три удара по этому долбаному бараку. Правильно. Разваливают бараки. Муна подловили. Муна тоже можно. И сейчас убивает Слардар. Стрею цирр не дать нажать. Есть минус Слардар. И, слушайте, они поломали вторую сторону. Я не знаю, что произошло, но у Миракла что-то с телепортом. У Миракла барахлит телепорт? Что? Что за фигня? Его глимсанулит, скорее всего. Да, возможно. Но непонятно, потому что было БКБ. Почему он его не нажал? Это странная ситуация. Входит в итоге Миракл. И как же его здесь не хватало? Мы видим прямо сейчас. Но Вега должна успеть отбежаться. Падает первый Слардар. Второй. Боже, Миракл против всей команды. Стрею цирр не убьется. Но нет, его убьют. Его просто убьют. Или же нет. Паша уходит. Паша уходит. Еще под хил от Дазма сбивает Эгиду. Но на базе уже аэродром. Да, Миракл что-то сделал нереальное сейчас. Но прежде всего я имею в виду, что-то у него произошло с ТПшкой. Да, вот мы видим, сейчас он берет Трвала, чтобы такой ситуации не было. Если даже его глимсанули, я честно признаюсь, не уследил. Непонятно, почему он не нажал Блэк Кинг Бар, который у него был. Он что-то не понял, что его глимсанули? Ну, возможно. Я видел, как он заходил на магазин. Я тоже видел. Я видел, он купил ТП. Я уже думаю, ну ладно, пойду драку посмотрю. Смотрю драку, Геракоптера нет. Думаю, что за хрень? В чем твоя проблема, Миракл? Ну, он не долетел. И еще вроде как там без ботинка он бежал. Ну, потому что ботинок пришлось продать. Там телепорт, слот нужен был. Аегис? То есть ты продаешь ботинок, и тебе нужно бежать через всю карту. Это неловкий момент. Почувствуй себя Энви. Да, все помнят эту легендарную игру Энви. Да, ну причем вроде как делал это все правильно, но что-то произошло. И теперь ситуация такая, что двух сторон нету. Геракоптер просто убийца. С двумя артефактами его остановить... Ну, один вошел в пятерых, и он убил почти всех. Да. Ну, по крайней мере, я видел этого Бэйна и Дизраптера, они говорили, как там я смотрел это кино до конца, да. Кричали, мама, я не хочу умирать, я слишком молод. В принципе, суппорты именно так и кричали. Потому что первых две подачи с флэйка, который выдал им Геракоптер, они сразу расставили все точки над И. Да уж. Так, и сейчас в самоках команда... ОГЭ. И они идут на горку. Да, да, спалился крит, кажется, только что. Но это его не останавливает, он залетает. Ну, на морозе вообще крит. Ну, и кого-то здесь могут отдать. А могут и не отдать. Могут иллюзию, например, отдать фантом лайнсера. Они, смотри, ты бочком, 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 под стеночкой. Вега красавца. Ну, он что-то развернулся в последний момент, я немного дрогнул. Шесть тысяч, кстати, у ShadowFind, да? Четыре шлот в плюсе. Три шлота даже что-то купить, наверное, можно. Вынуждены отходить. Специально не стали вега драться ни к чему. Соперник вернется на базу. Да, у них все норм. У них еще тир-2 на топе стоит. Сами они топ уже забрали. Ботом тоже рано или поздно будет полностью снесен. Остается центр. Причем центр голый, бестер-3. У веги все шоколадно. Слушай, вега на пятерик в пике 5 тысяч ввели. Почти развалили. Но нет, нет, тут опять был КМП-экспер. Продолжает идти вверх все. Да, ведь что-то там... То ли Мидас, то ли как-то у нас экономика сломалась. Странная ситуация. Ну и сыр все еще сохраняется у Муна. Может его использовать где-то. Что по байбекам? Байбекам у Радиентов есть байбек только на гирокоптере. Байбекался бист, байбекался бедрайдер. В последней драке. Конечно валидол для команды ОГ. Потому что все у них вроде как было под контролем. Хорошая ситуация. Но они слили одну сторону из-за ошибки. Вторую сторону из-за ошибки. Причем вторую сторону они слили из-за более жесткой ошибки. Наконец-то МКБ появляется у СФ. Да, теперь это СФ-чик сможет помериться с гирокоптером. О, гирокоптер, гирокоптер. Ой, какая засада, какая засада. И Бэйн с финсгриппом на Миракла. И это минус игролет. Замечательно. Байбек единственный, у кого из Радиентов остался и есть у него. Не совсем понимаю, в чем сейчас была ошибка команды. Точнее, как они ее допустили. Вся команда шла по миду. Гирокоптер был уверен. И команда ему не подсказала, что сверху там тебя идут гангать. Судя по всему, верили, что где-то на базе сидят. Сейчас гирокоптер вынужден будет байбекаться. Да, нужно ему делать выкуп. Он подходит. Ну, Миракл получается. Если они проиграют, то все это. Там просто его комьюнити съест. Ты сначала приключения с телепортом. Потом ты идешь куда-то и умираешь. Осталось только без байбек умереть. Слушай, тут Вега ломают дани. Или не нажать байбек? Не, ну... Если не нажимают, то вообще беда, что он нажимает. Да, ну, ну, хорошо. Пытается его убить. Кто-то не успевает нажать. И да, это будет минус шотов-дин. Как-то совсем бесславно. Стяжечка есть, стенка. Да пофиг. Забрали, Барак. Все. На самом деле, абсолютно пофиг сейчас Веге, сколько они людей здесь потеряют. Они забрали... Практически забрали третью сторону. То есть, бранжевой Барак забрали. Остается всего два здания на базе у OG ключевых. Надо разводить на байбеке уже сейчас. Иначе это конец будет. А слишком маленькие таймеры пока еще. Вот эта минута, она вообще ничего не значит. То есть, даже до базы противника не успеет OG долететь. Ну, тогда у них все плохо. Потому что в следующей драке будут байбеки у Веги. И... То есть, клади появляется у Паши. Ну, статы. Статы нужны Лансеру здесь. Это все, что ему нужно. И пока что этого хватает. Да, гирокоптер, естественно, байбекнулся. Он не байбекался до самого конца. Разводил... Ну, заставлял так Вегу бить в Бараке. Лотусорб у нас появился... Давайте сказать, знакомо, на Дарксире. Но Лотусорб маг не успел вовремя накинуть. Так, и пошли за Пашей. Не, ну там был СФ в Лотусорбе, его утащил Бэтрайдер, но как-то так получилось, что... Лотусорб после кинул. Да, что его все-таки утащили. Там Бестмастер разорвал себе лицо собственным мультимейтом, но... Ну, это норм. Ну, оно все равно того стоило, потому что он уже по Тир-4 кастовал его, и там все равно было. Главное было скастовать. Сыр бросает у нас. Это, видимо, для гирокоптера нет байбека или нет? Нет, для Бэтрайдера. Там крипы пушат вниз. Там очень много крипов. Ну, вышку Тир-2 хотят забрать. А если они ее сейчас будут брать, они просто потеряют сторону окончательно. На полном серьезе. Тут сейчас эти крипы со следующей пачкой маленьких разбираются совсем легко. Да, и вынужден делать телепорт за Бэтрайдер. На базу здесь можно было попробовать подловить кого-то, но нет. Скут Вега, они спокойно стягиваются на Рошана. Хорошо сыграли сейчас УДЖИ, они запушили верхнюю линию очень далеко, несмотря на то, что у них там бараков нету. Сейчас успевают вернуться, отпушить все лайны и, в принципе, пушить Рошану. Так, тут иллюзии Бэлла идут. И... Ну, это пару тычек. Да, по твоему любимому бараку залетает. Ничего здесь не сделаешь. Тут больше нет другого, понимаешь? В этом-то и все дело. Но на центре снесли правильное. Понимали, что... Вообще, они на топе тогда с него начинали. И на миде. Просто там ситуация была совсем неоднозначная. Там вот во время драки, когда ты несешь бараки, и там ты понимаешь, что тебя в любой момент могут сейчас сдуть. Что-то у тебя рэп какой-то в идеале? Я не знаю. Я уже сегодня что-то совсем много рифм начал дать. Почти как именно. Славдар почти дофармил Кирасу. О, оставляет пока на байбэк. Но если они собираются драться на Рошане, байбэк вообще не нужен. Если они собираются терпеть на базе, неплохо было бы отстроить пару бараков. Да, неплохая опция. 10 тысяч голды, построить барак. Так, Сатаник. Да, они собираются драться, потому что у гирокоптера... А, ну хотя у гирокоптера так и так не будет по таймингу байбэка. Хорошо отпушили опять же линии. Ну, веги сейчас немножко подождать. Верхняя линия идет вперед. Ничего здесь с этим не сделать. Да, Адмирал. Адмирал на миде у нас. Адмирал, да, Адмирал пока на миде летает. Адмирал вертолет. Ну, Адмирал или порт, нужно его так, наверное, назвать. Я не знаю, надо будет посмотреть, что там произошло. Да, все-таки очень интересно, что там произошло. Прям как так вышло. 8К, РММ. Законтролился. Тяжело уже, на самом деле. Много игр сыграли, это последняя на сегодня. Да, это вроде бы, в принципе, последняя, которая еще осталась. Уже все давно-давно все отыграли. Самые терпилы у нас тут тают. Ну, ладно. Ну и что, и Бестмастер покупает рефрешер. Конечно, герои вообще с пылы очень жесткие. Не будет сейчас настолько плачевная ситуация. Так, смотрим. Заходят на Рошана. Рошана убивают очень быстро, Вега. Ну да, тут ничего не сделать. Хотя Бетрайдер хочет напакостничить. Бетрайдер очень хочет напакостничить. Брайдер. Бетрайдер. Нет, хотел и перехотел. Просто решили напугать, потянуть время. Кстати, Слардар. Браво. Мунминдер. Кираса, конечно, в драке дала бы тебе гораздо больше. Но в такой ситуации Мьёльнир даст возможность отпушивать линию быстро. Ну, это во-первых. А во-вторых, против ПЛ очень эффективный артефакт. Против ПЛ хорош. Дэмэдж выдает просто тьму. То есть, даже если у Геррокоптера что-то пойдет не так, и даже если от Флэка все не умрет, то вот как раз от Мьёльнира умирает вообще все. Мьёльнир невероятный дэмэдж выдает. Ну что, Аегису Shadowfinda. Байбэк там ситуация. У Радиентов. Грустненькая. Печальная. Ни у кого нет. Но они все вбили в артефакты, понимая, что даже если они байбэкнутся, им, скорее всего, сломают бараки. Бетрайдер. Залетает очень далеко. Вытягивает Соло. Соло использует Госкипетер. Пошел у нас Миракл раздавать. Соло до сих пор все еще жив. Пытается использовать ультимейт. Но нет. Соло почти казалось еще немножечко. СФ раскастовался. Поймали, кстати, Ноутейла. Его убивают. Да ладно, Миракл без маны. Его просто иллюзии Фантом Лансера съедают. А кто там за кем гоняет? Сам Мунмендер поехал за Сёмой. Друг, база твоя с другой стороны. Да, у него байбэка нет. Не знаю, как у Ноутейла. Он не использовал сыр. А почему? Не использовал сыр. Ноутейл не дал ни одного ультимейта из двух возможных. Это мега-крепы, походу. Один барак еще остается. Но депить его очень тяжело. Потом Лансер ломает. Мега-крепы не за горами. В этот момент Герокоптер начинает драться, выбивает Аегис. Но это только Аегис. Продолжают падать бараки. Да-да-да. Миракл, конечно, подсейвят. Но здание упадет, основное, скорее всего. Сатаник включает Миракл. Отхиливается очень жестко. Ставится стенку Дарксиром Миракл. Должен минусовать и Сэппа. ПВП, ПВП за Сэппчиком! Отжираться, отжираться! Отжирается, делает свою иллюзию, которая в него продолжает стрелять. А это иллюзия. Сейчас просто еще и флайдер. Барак на виде падает. Это мега-крепы. Это уже мега-крепы. Но оставаться уже не будут. Конечно, не будут. Будут, хотя стоило бы, наверное. Но я думаю, они еще постараются дать последний бой. У них все еще есть цирр. У них есть два ультимейта на бестмастере. Если бы это все залетело в драке, концов могла быть совершенно другой. Ну, смотрим. Ну, вот сейчас идут вот эти грозные ребята с этими мотыгами. Ну, есть чем отбиваться. Могут долго так сидеть, на самом-то деле. Конечно, веге все, что нужно сделать здесь, не торопиться и аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько подпушивать, снести все тазики, чтобы начинали падать тир-4 товара. Ни в коем случае не делать, как НИП в игре против Alliance. Не ломиться без байбеков. Да, там ошибки нельзя допускать. Просто смотрю, в мега рейндж крип урон был только что 223. А почему там был 223? Вот он, 223. Ну да, так и есть. Ну вот, Слардар с ними нормально воюет. И, как мы видим, воюет с ними неплохо и Герокоптер. Ну да, тяжело здесь, но сейчас его будут подгейливать. Мне интересно, когда два героя пытаются развалить пачку крипов там со скиллами, с Мьолнером. Ничего не поделать. Да, встань. Нужно было сжать свои спл. Ну здесь... А, вот она. Рапирка! Рапирка от Меркля. Да, ну и... Что-то сказать. Рапира, это, конечно, жестко. Ну, причем она уже не является сюрпризом, естественно, для Веги. А что он продал? Яд за происходящее. Сенжель Яши, наверное, продал, да? Да, поход. Ну, Рапирос, это интересно. Это еще может как-то спасти ситуацию. Здесь нужен второй, а лучше еще и третий герой, который сможет разбираться с крипами, иначе с базы не выйти. Ну да, вы даже если вы играете драку, вы просто будете сидеть на базе. Ой-ой-ой-ой. Просто Abyssal Blade на Phantom Lancer. Вот. Сейчас мы выясним, что лучше, один керри или два керри. В смысле, два керри, конечно, лучше в любой ситуации. Но тут есть бисмастер, у которого есть два ульта. И вот тут уже все намного сложнее становится. Когда у тебя есть бисмастер, у которого два ульта, это еще лучше. Но, к сожалению, он в другой команде. Но если он не дает ни один из своих ультимейтов... То все норм. То все норм. Так что была именно такая ситуация. Ну, его там жестко затянуло куда-то в ультимейт Дисраптора. Сатаник. У Shadow Finder. Ну, не хватило этого Сатаника в прошлый раз. Ну да, там герокоптер мог отжираться. СФ отжирался, конечно, но не так интенсивно. Денег, конечно, получают очень мало. Но вот так вот играть OG могут вечно. Они могут стоять и просто дефить все линии. Деньги будут медленно, но верно капать. Крафиком, как мы видим, преимущество небольшое. У Веги и наращить его будет тяжко. Крафики сломались. Что с вами? Какие четыре тысячи? Мне кажется, тут единичку еще надо добавить. Нет, но очень хорошо размениваются OG. То есть они теряют бараки. Но в целом, если вспомнить, там они переубивали всех героев. И Сэфу там и Аегис выбили. И Гирич еще выжил. Помимо всего прочего. Так что здесь ничего удивительного нет. Ему нужен какой-то, я не знаю, рефрешер, возможно, будет нафармить в перспективе. Чтобы у него там всегда был флэг. Но, конечно, нет. Сейчас он будет собираться на... Здесь нужно, да. Здесь нужно второго героя. Одного флэга хватает. Он будет собираться именно на жесткий дэмэдж. Может быть, даже вторую рапиру возьмет. Да, рапиру много не бывает. Так что... Бабочка уже фигово работает против... Ну, бабочка, она типа хорошо работает в плане... ДПСа скорости атаки. Потому что ты можешь просто не выстрелить весь свой флэг. Развалят. Да, ну... Думаю, что в лейте обрастет, когда команда... Здесь можно загадывать вообще на будущее, что обрастет команда какими-то... Боже мой, кьеравцами есть бестмастер саура и скорость атаки. Здесь можно и... Ну, в принципе, да. На фоне всего этого можно. Ну и в принципе, рапира, она так сделана в доте, что... Она дает столько урона, что компенсирует тебе все. Ну что, 330 это слишком много. Да, поэтому ее можно выбить. Если бы ее еще нельзя было выбить, я думаю, нас бы все с рапирами бегали. Ну да, это было бы слишком сурово. А, муншард еще, во. Еще один. Так, да, муншард, точняк. Так что скорости атаки ему тут по-любому хватит в перспективе. Но пока что вот им не хватает второго героя, который бы нормально дефил мега-крипов. Одного слишком тяжело. И летят за лансером. Лансер. Цепляют лансера. Это может быть очень неприятная ситуация. Сцепляет также его Слардар. Слардар там, конечно, глимсанули. Ну, слушай, еще контроль. Пашу убили. Но окей, надо возвращаться на базу, потому что там уже СФ хозяинничает. Побили чуть-чуть Тер-4. СФ отступает нас в глиммере. Слардар еще минусует Дистраптора. Там Мундминдер выбивает гем. Слот под гема нет. Поэтому отступает. Минус 2 сделали. Ну, хорошо. Здесь АТУДЖИ. Очень хороший выход. Здесь Пашу поймали они то ли на каком-то тайминге, то ли просто он задевался. Не успел ничего сделать. Бестмастер все еще с рефрешером. Сейчас все, что нужно делать веге, отойти. И фармить свои леса. Ни в коем случае не попадаться. Ну, да. Ни в коем случае нельзя сейчас идти. Муншард съедает Миракл. Миракл. Ну, да. Миракл в курсе про эти артефакты. 60 атак спида получает. Понимает, что скоро 60 атак спида с его бутерфляя пропадут, скорее всего. Пыщ, пыщ, пыщ. Если дело дойдет до второй рапиры. Ой-ой-ой, какой телепорт. Мэтрайдер. СФ, живи. Ай, да ладно, заталкивает. Но, лотус. 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 Все равно надо было хватать, конечно. Надо было хватать. А вот Мундминдера не остановить. Мундминдер идет дальше. Мундминдер говорит, я схвачу, пацан, и все будет окей. Если бы схватил, то, скорее всего, СФ было бы не защитить. Ну, подлетал бы Гиракоптер. В любом случае, не схватил. И глупо загадывать, что было бы дальше. Мундминдера схватили. Есть цирк. Нет. Не успевает использовать. Однако подтягивается сюда бестмастер. Есть блинк. Может попробовать получиться. Бэтрайдер цепляет Солыча. Тут же ультимейт в мага. Есть рефрешер. Еще один ультимейт в Шадоу Финда. А где урон? Урона нет. Вот он, Гиракоптер. Только сейчас с фэком. Но тут гост. Под гост. Расстреливает Гирич. СФ расхастовался. Подрезает немного урона. Но на самом деле Гиракоптеру плевать. Сатаник использовал. И теперь Гиракоптер остается. Глимпсу. Глимпсу это в Лейбинстол. Написал. Еще два удара. Мироков отжирает свой бок. Да ладно, бочка была неплохая. Минус Рапира. И все. Это, скорее всего, ГГ. Это не скорее всего. Это и есть гуд гейм. Потому что крипы ломают Т4. Нет байбэка у Гиракоптера. Нет байбэка у Слардара. Да, действительно, гуд гейм. Вега побеждает. Боже, в невероятной борьбе. Да, это было что-то с чем-то. Действительно, стоит отдать должное ОГЭ. Они боролись как львы. Но Вега сегодня были достойны того, чтобы выйти в Венера. В итоге, можно поздравить нас всех. Во время начала мейн-ивента. Виртус Про и Вега. Игр в верхней сетке. Главное, чтобы друг на друга сразу они не вышли. Это будет норм. И сразу на вылет. Без нижней, без ничего. Собственно, вот такой вот у нас нереально экшеновый матч.